приветствую вас дамы и господа с 27 февраля по 4 марта у нас в игре будет конструкторское бюро там будет у нас какой-то танчик который можно будет собрать за кучу ресурсов впервые можно будет использовать в качестве ресурса который мы будем вкладывать в это конструкторское бюро танковые дни према я думаю что у многих после нового года собрались дни према даже если вы не донатили открывали маленькие коробочки тоже как обычно там будет какой-то новый танчик также будет 3d стиль номерной в начале какое-то количество танков будет с 3d стилем номерные а потом уже без все как обычно и вот по ходу уже стал известен танк который будет в конструкторском бюро как я и говорил ранее скорее всего это будет су-122 в я об этом догадывался давно я об этом вам говорил и вот у нас появился скриншот который супер теста там кто-то слил куда-то где у нас этот су-122 в в 3d стиле сзади с номерком поэтому большая вероятность что будет именно этот танк некоторым стримером давали покататься на этом су-122 в там окажется у него какой-то там барабан что-то вроде там рикошетит у него от vld но и надо вроде как отбивает снаряды плохо я на танке не играл поэтому особо непонятно насколько это танчик хороший или плохой можете в комментариях если вы смотрели как кто-то на нем стримил можете в комментариях написать что стримеры про это танчик думают сильный он или нет стоит ли его брать или не стоит я к сожалению стримы по нему особо не смотрел так чисто мимо проходил на секундочку заглядывал и не было времени это посмотреть поэтому я честно скажу вообще без понятия слабый этот он сильный стоит ли выбрать без понятия я постараюсь его взять ресурсы вроде как есть должно их хватать поэтому если получится взять возьму и на стриме вам его покажу ну и конечно же буду закладывать дни прямо в первую очередь впервые можно будет их слить и я очень сильно хочу их слить потому что у меня уже там за тысячу перевалили дни прямо можно всего лишь 20 процентов стоимости танка оплатить днями прямо я вот как раз таки хочу хотя бы 20 процентов не знаю сколько конечно будет стоить один процент дней прямо но у меня их навалом поэтому чё с ними делать да конечно же вы можете написать в комментариях еще о том что су-122 в будет на новый год на следующий в коробках но с другой стороны там не будет 3d стиля с другой стороны еще коробки нужно будет брать за что-то то ли за золото то ли за деньги еще нужно до него дойти непонятно в каком он там будет этапе будут ли этапы у нас снова и это будет не скоро чуть ли не на год раньше люди смогут на нем покататься но с другой стороны уже будет все понятно про танк чё он из себя представляет хотя некоторые уже на нем покатались но там ттх были не финальные поэтому может быть этот танчик перед релизом изменится в ттх посмотрим что из этого получится но мне самое главное дни прямо куда-то слить если еще танчик нормальный получим то вдвойне хорошо вроде как ходят слухи о том что следующем патче разработчики хотят добавить акционные танки в режим натиск то есть танки которые вы получали за лбз или покупали в магазине забоны либо же получили танки на гк на них можно будет кататься в режиме натиск так это или нет мы узнаем когда уже начнем тестировать следующий патч и нам покажут патч ноут о том что же нас ждет следующем патч я в принципе никакой проблемы в натиске не вижу добавить туда акционные танки или нет во первых потому что я уже давно не играю в натиск во вторых потому что прокачиваемые танки тоже есть сильные которые легко могут составить конкуренцию акционным танком поэтому я никакой проблемы здесь не вижу если человек хочет играть на плохом танке он всегда найдет и в прокачиваемом самый плохой и в акционном и будет на нем играть плохо если человек играет хорошо и хочет выбрать хороший танк он везде тоже выберет самый хороший будет на нем играть лучше всех здесь проблема в игроках но и в том что баланс танка вот так себе но это совсем другая история ну и перед последняя новость о том что леста запустила свой сайт приз бокс который раньше когда-то у нас уже был, на который раз в месяц мы заходили и получали там малюсенькие наградки. Здесь смысл такой же. Раз в месяц можно заходить на этот сайт призбокс, призбокс.танки.су и получать маленькие наградки. Они разделены на три типа. Если вы давно играете и часто играете, у вас одна наградка будет самая скромная. Если вы не играли 60 дней, чуть получше и если вы новичок и собираетесь только начать играть, у вас будет самая жирная награда. Но в целом, если на награды посмотреть, они очень скромненькие, прям малюсенькие и больше направлены на новичков, которые у нас будут появляться в игре. Так к тому же на этот сайт заходишь, нажимаешь кнопку получить награду и он выбивает ошибку, причем многие скидывают скриншоты, у них тоже выбивает ошибку. То есть вот я постоянный игрок, часто и давно много играю, захожу на этот сайт, что мне там предлагают. 5 инструкций к оборудованию, рациональная боевикладка. Да, это неплохая инструкция, чтобы быстрее стрелять. Улучшается перезарядка, ну всего лишь 5 штучек раз в месяц. Это конечно награда, ну максимально скромная. Да, это халява, но это просто какая-то малюпусенькая наградка, ну ладно. Это я еще могу понять, но это еще не все. Еще вдобавок к этому дают купон, в котором день према и 2 резерва на опыт при покупке от 395 рублей. То есть я должен купить на 395 рублей или более в прем-магазине, чтобы мне этот купон дал 1 день према и 2 резерва на опыт. Это самое бесполезное, что можно получить, если ты часто играющий, много-долго играющий игрок. Причем чем ты дольше, больше и много играешь, тем эта награда все бесполезнее. Потому что вот у меня допустим 1000 дней према, мне этот 1 день према это просто не то что капля в море, это просто даже капля мимо моря. А 2 резерва на опыт, при том что у меня все ветки в игре прокачаны, и я вообще не знаю. Лично для меня это не награда, а просто смех какой-то. Да, я понимаю, что есть люди, которые только начинают играть, только начинают прокачивать, но даже для них покупать что-то на 400 рублей и получать 1 день према и 2 резерва это как-то странно. Если вы не играли 60 дней, то вы получите 7 дней према в этом призбоксе и 3 боевые задачи, которые можно выполнять 3 раза. Но раз в 2 месяца получать 7 дней према это прикольно, если не играть. Только пока вы не играете, 7 дней према сгорят. То есть это тоже награда одноразовая, грубо говоря. Чисто вернуться в игру ради 7 дней према. А вот если вы регистрируете новый аккаунт, то вы можете получить танк Матильда ЛВТ и Шерман ВЦ Файрфлай в аренду на 10 дней. 7 дней према, 500 голды и 250 тысяч кредитов. И 10 боевых задач на x5 опыта для Матильда ЛВТ. Хотя бы x5 дали бы просто обычные, чтобы на любом танке. Но нет. Для какой-то там Матильды, которую дают на 10 дней. Короче, этот призбокс какой-то кринж. Кринжбокс. Так еще и заходишь на этот сайт, нажимаешь получить награду, ошибку выбивает. Также еще хочу вам рассказать про фронтовой дневник, в котором 15 заданий. Прошел я эти 15 заданий, чуть меньше чем за 6 часов. Стрим вчера закончился, я его провел. От 1 до 15 задания за 6 часов все прошло. Тем самым я скорее всего попаду в топ 250 самых быстрых. Получу компенсацию 11 тысяч золота за АМХ-30, который у меня уже есть. Альт прот АМХ-30. Также я смогу вам разыграть вскоре 2 премтанка G-4010-10 ФБ. Разыгрывать буду снова на стриме. Будет специальный стрим, где чисто розыгрыш будет этих премтанков. И те, кто в чатике что-то будут писать, будут активными зрителями. Среди них бот выберет случайно кого-то, кто выиграет эти танки. В принципе все, как в прошлый раз. Ну а на фоне вы видите бой, который я вчера на 6-часовом стриме сыграл. Концовка у меня не получилась, но хотя бы 10 тысяч урона набил. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.